Всем привет, меня зовут Александр Лютиков, и я звоню постоянному эксперту моего канала Александру Шлеменко, с которым мы обсудим вчерашнюю драку Владимира Минеева против Магомеда Исмаилова и группы поддержки Магомеда Исмаилова. Шлеменко расскажет, как после одного из своих боев сам оказался в похожей ситуации. Легальный и надежный партнер моего канала – компания Фонбет, которая предлагает новым клиентам не только бонусы, но и бесплатные спортивные трансляции в мобильном приложении. Ссылка в закрепленном комментарии. Ну, а теперь поехали. Массовая драка в клетке Fight Nights с Магомед Исмаилов и его друзьями. Ну, или, возможно, сочувствующим Магомеду Исмаилову против... Ну, я, да, сразу скажу, я не думаю, что это Магины друзья. Прям, знаешь, да, там Мага пришел с такой толпой, чтобы напасть на Владимира Минеева. Вообще, на самом деле, Владимир Минеев такой человек, который вызывает желание многих людей к массовой драке. Не, ну, он умеет вывести на эмоции, да, но в итоге получилось, что Владимир Минеев, как он вместе с Магомедом перешел в партер, получил несколько ударов там куда-то ногой от каких-то вообще посторонних людей, которые выскочили в клетку. Как ты оценишь поведение вот этих людей? Потому что там оказалось, ну, человек, ну, 25-30, наверное, которых там просто находиться не должно. Вот зачем они выскакивают в клетку? У тебя вот такие чувства вызывают? Вот такие чувства. Опять, да? Ну, нет, ну, я не знаю, зачем. Ты мне так спрашиваешь, мне сложно за них. Это у них надо спрашивать. Я не понимаю, зачем они там будут, правда. Я не понимаю. Я точно уверен, что Мага, ну, не нуждается в их поддержке. Правильно. Кто это были? Зачем они там оказались? То есть, прям запрыгивают туда, прям, в саму. Там уже и нету Маги с Вовой. Там их вообще нету, да. Кто-то куда-то запрыгивает. Я же не говорю, кто-то машет руками. То есть, эти два бойца, которые там дерутся внизу уже, да, где-то там, вцепились. А кто там руками машет? С кем они там руками машутся? Я понять не могу. На самом деле я лишний раз хочу сказать ребятам вот из Дагестана, не знаю, кто там участвовал, не буду говорить. Но вот вы что делаете? Вы, Маги, делаете ужасную репутацию. Вот честно. Вот эта репутация пошла на плюс в Вове. Вот, понимаешь, он один зашел в ринг. Один, там, на него кинулся Мага. Его давай топтать там куча народу. Он, красавец, встал и ушел, да. Ну, вот так, если разобраться. Вот, я не могу по-другому. Зачем? Еще раз говорю, вот Мага, я уверен, он сам эту ситуацию ни в коем случае не будет поддерживать. Он что, сам не может, что ли, за себя постоять? Хотя, может быть, там Магу топтали. Поэтому тут нужно, видишь, нужно разобраться. Мы же не знаем, кто там кого топтал. Я, на самом деле, много таких драк видел. И много, знаешь, вот они так, хоп, увидели спину. Или что-нибудь еще, начинают топтать. Только развернулся. Хоп. И знаешь, хоп. Ничего. Так, и все, и тишина, все, все разошлись, все. Это, ну, часто я такое встречал. Я знаю, что сейчас начнут, там, умники из этих массовых драк, там, да вот, да вон то, ну, интернетный герой написывать. Но, знаешь, я на самом деле к этим массовым дракам готов. И если кто-то захочет против меня их применять, ну, ребят, если, как, хватит смелости. Станин, знаешь, на самом деле я в своей жизни испытывал похожие, похожие моменты. Я был один в ринге, в восьмиугольнике. Один. Я тогда был, к сожалению, без секунданта даже выступал. То есть многие, может, не знают, но у меня не было секунданта. Я сам себе мыл капу, сам себя вытирал полотенцем. И вот после этого боя также толпа мужиков напрыгнула на меня. Хотела, вернее, напрыгнуть на меня там. Но, знаешь, знаешь, а мне было на тот момент 20 лет. И, как бы, я всю эту тему знаю. И, ну, просто, ну, реально ситуация смешная. Причем боец, который со мной дрался, он из клетки, ну, знаешь, благополучно и сдулся. И со мной хотели разобраться все те, вот, кто там остались. Кто, вернее, пришел за него поболеть. Причем человек у меня был старше, не знаю, лет на шесть, может быть, больше. Крупнее и так далее. Никаких незаконных моментов я с ним не делал. Никаких трештоку я не прибегал, там, знаешь, каких-то моментов. Поэтому, ну, что сказать. А что за бой был? Это был бой в Якутии. В Якутии второй бой Грам-при. Там была восьмерка за один вечер. С Мусой Плеевым? Да, да. Очень плотный бой был, да. Интересно. Ну, да, очень плотный. И после боя было плотно. Ну, и чем закончилось после боя? Ну, закончилось, что я с ОМОНом передвигался. Спасибо, да, лишний раз хочу выразить ребятам из Якутии. Якутскому ОМОНу. Чем закончилось, понимаешь? То есть, я же не упал. Если бы я лежал, может быть, они напрыгнули бы, там, начали меня топтать. Но так как я стоял в ринге, я знаю, что в таких ситуациях главное не упасть. Так это, в смысле, обменивался ударами там с кем-то? Нет, в смысле, там было как. Там этот Муса вышел. Я подошел пожать ему руку. Вместо этого он меня послал. Я ему сказал, ты что, хочешь продолжить, что ли? Вот это я помню, как я сказал. Ты хочешь продолжить? Или что? Я что-то не понимаю. Но он как шел и шел, и там все. Уже другие люди начали. Ну и давай кричать мне, выходи, выходи, мы тебя сейчас будем тут чуть ли не резать. Такие моменты, понимаешь? Я все время где-то остановился. Говорю, ну вы сюда заходите. Они повисли так же на этих. Но что-то никто не решился сюда зайти первым. Может быть, просто первый никто не решился. Если бы решился кто-то первый, за ним бы тоже полетели. Ну, на самом деле, это прошло без массовой драки. Просто была вот такая вот массовый беспорядок непонятный. И тебя называли на этот турнир. Вот ты жалеешь, что ты не поехал? Ну, как запрыгнул бы тоже, да, там, в массовую драку, так, кинулся. Ну, я по объективным причинам туда не поехал. Ну, просто не получилось в этот момент. По школе, в первую очередь, по многим нашим ребятам. Да и по семье по своей. Поэтому, ну, а что, ну, что ты вот хочешь, что ты не пожалел? Что я участвовал бы в массовой драке, я бы в ней не участвовал. Она меня не касается, правильно? Вторую какую-то массовую драку. Ну, я не думаю, что мы бы там с Магой сцепились. Ну, я не думаю. Сцепиться с Вовой Минеевым. Ну, не знаю. Сейчас для Вовы главная цель – это Мага. То есть, понимаешь, ну, не знаю, тут такое ощущение сложилось, что, вот, судя по последним событиям, что этот бой от Вовы уходит потихоньку. Знаешь так? Потихоньку уходит, уходит, и ему нужно предпринять тоже какие-то попытки, чтобы его вернуть и чтобы, короче, чтобы опять нагреть вот эту всю ситуацию. Мага же говорил, давай, типа, это, раскачивай, газуй. Ну, вот, наверное, и Вова решил газануть, раскачать. Ну, вот ты правильно сказал, что было ощущение, что этот бой от Владимира уходит, потому что команда Магомеда стала говорить, что… И, кстати, до сих пор там некоторые люди говорят, что нам интересен бой со Слеменко. А вот нет ощущения у тебя сейчас, что вот прошлым вечером от тебя этот бой стал уходить? Потому что сейчас всем интересно… Да вообще нет. Сань, ну, ты так говоришь, как будто для меня первостепенно бой с Магой. Смотри, вот ты сейчас и сказал. Если для меня было вот первостепенно зарубиться за этот бой, я бы поехал бы туда. И, знаешь, и мог там что-нибудь потолкаться, там что-нибудь так же, там что-нибудь сделать, перекинуться парой словечек с Магой. Ну, я же не такой человек. И на самом деле, смотри, опять же, если посмотреть. Ну, все-таки, давай честно. На стороне Владимира что? Ну, больше хайпа. Магина команда, она же тоже здравомыслящая. Она же тоже все понимает. На самом деле, этот бой от них никуда не уйдет, правильно, как они… Вот я, как я это понимаю. Вдобавок, как они говорят. То, что интересно зрителю. Ну, вот они и провели кое-какие там голосовалки в интернете, в этих комментариях, правильно? Так, а мне кажется, что если сейчас провести голосование, то результат может быть другим уже. Ну, пускай, но будет, значит, будут они драться. Мага будет драться с Вовой, ну, какая разница. Не расстроится. А я на победителя, что теперь сказать? И все. Так, а почему нет? Сая, воеваешь, как бы я бы… Ну, а что такого? Я боец. Если будет вызов, если будет… Ну, давай честно. Сейчас, сейчас Мага становится для многих, особенно для Вовы, Мага сейчас очень выгодный оппонент. Очень выгодный оппонент. Ты знаешь, почему? Потому что Мага набрал хороший ход, хороший хайп и так далее. Но он точно так же является в шаге от ошибки. И ему ошибка может дорого стоить. И Вова, как никто другой, это прекрасно понимает, что он может забрать себе все. Поэтому вот эти вот… Я думаю, он нисколько не расстроился, что произошла вот эта вот массовая потасовка. Толпа решила потоптаться на одном месте. Поэтому он, в принципе, я думаю, доволен. Ну, а ты имеешь в виду, что серьезных повреждений? Там что-то по затылку, я так понял, ему набили? Да я не думаю, что там сильно. Он же боец все-таки. Ну да, неприятно, когда по тебе там непонятно, кто там пытается наступить, а потом, как правило, не найдешь концов. Я же тебе показывал, как это бывает потом. Оп, и все. И все. Да, а мы здесь просто как бы стояли. Я говорю, я смотрю, там народу все больше и больше, все больше и больше. Ну, зачем, ну, реально, ну, зачем столько? А вот ты не считаешь, что вот эта картинка, она очень хорошо рифмуется вообще с запретом ММА? Ну, я не говорю в России, но в Москве на какое-то время. Ну, потому что в разгар пандемии мы видим, что в клетке там клетка набита людьми без масок. Так я же тебе еще раз говорю. Маски только омоновцы. Да, я же тебе еще раз говорю. Ну, омоновцы в масках, чтобы их потом не опознали, да? Если что. Поэтому они в масках. Ну, это шутка. Ну, на самом деле, я же тебе про это и говорю. То есть, ММА проходит такой путь из кровожадного вида спорта, из там полу, там, не знаю, полубоев без правил, реально, как они вначале называются. Очищается, получает всероссийскую аккредитацию, начинает проводить турниры. И потом мы видим, они могли бы и без всех этих людей там потолкаться, побороться бы, их бы разняли бы так же. И точно так же бы все было. Не нужно было туда напрыгивать, не нужно было пытаться наступить кому-то на ухо и так далее, понимаешь? А ты, ну, скорее, сочувствуешь Камилу Гаджиеву, вот, как промоутеру? Или это та ситуация, где ему можно там сказать, во, ничего себе, он раскачал? Я, наверное, все-таки сочувствую. Я не думаю, что именно так хотел раскачать Камилу. А ты правильно сказал, что сейчас же и про запрет мероприятий. И самое главное для Камилы, он же пытается всегда затянуть людей, то есть легитимизировать ММА, затянуть людей из разных там сфер, из шоу-бизнеса и так далее. Более таких, знаешь, статусных людей, ну, которые не привыкли видеть вот то, что они сейчас могли увидеть. Ну, а здесь, получается, у нас покупка билета на первый ряд, ну, означает, что ты можешь оказаться, ну, то есть самого дорогого билета, можешь оказаться у нас в центре вот такой вот массовой драки. Ну, да, я вот про вот это и говорю. Я вот увидел там Амира Мурадова еще. Видел, что эта ситуация его прям расстроила. Он сначала пытался как-то кого-то остановить, потом аж понял, что это бесполезно. Чуть ли вот так за голову тоже не взялся. Что я купил, е-мое. Нет, не что я купил, но я прекрасно понимаю. Амир Мурадов новый владелец. Да, то, что он понимает, что, ну, блин. Вопросы Александру Шлеменко задавал Александр Лютиков. У меня на подходе еще пара видео по теме драки Минеева и Исмаилова. Например, очень жесткое высказывание Олега Токтарова. Подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм, чтобы ничего не пропустить. И не забудьте о моем большом видео о боях без правил середины 90-х, когда при всей дикости тех времен почему-то не было принято толпой запрыгивать в клетку. Вячеслав Василевский вчера вернулся, выиграл бой. И он до этого говорил, что ему интересен третий бой с тобой. Вчера сказал, что ему интересно добраться до Минеева. А тебе интересен третий бой с Вячеславом Василевским? Зачем и как со славой драться? Я не понимаю, как его побеждать. Первый бой, да, он считает, его там украли. Мне вот смешно было, да. Второй бой, где он сдался, где он признал свое поражение, понимаешь. Он говорит, что он там кого-то деклассировал. Сейчас он будет настаивать опять. Я не понимаю, его что, убивать надо выходить в клетку? Или что с ним сделать? И то, наверное, он это все равно не поймет. Еще с того света начнет рассказывать, что это было случайно. Интересно, почему он только со мной-то хочет драться? Он же не только мне проигрывал за последнее время. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok